Доброе утро всем. Думан рассеялся. Вот такой вот вид открывается. Я тут почему-то каждый день в 5.30 утра, и мы с вами договорились, что если я проснусь в 5.30, то я и сниму рассвет. Ну, собственно, я проснулась ровно в 5.30. Вот такие звуки пугающие по кругу. Там что-то падает в деревьях, что-то вообще кошмар. Вот, ну, видимо, будет очень красиво. Сейчас предложу Ване проснуться тоже. Если он не проснется, приду снимать. В общем, Ваня, видимо, сам беспокоился пропустить. Когда я зашла узнать у него, пойдет ли он, он уже сам спросил и сказал, что... Ну, я ему сказала, точнее, что надо идти, а то он пожалеет. Ёшкин кросс, там водопад! Водопад! Прикиньте, мы вчера этого не видели, потому что было все в облаках. Охренеть! Виды, ребят, нереальные. Несмотря на то, что сам отель не очень, это вообще шикарно. Ваня, там водопад! Так! Фотографируй глазами, момент уплывая, как скоростной катет. Фотографируй глазами, облако испарилось и уже не с нами. Неповторимая минута, неповторимая минута, неповторимая минута. Какая красота здесь, конечно, неимоверная просто вообще. Попугаи летают, представьте. Прямо тут. Это что такое? Звучит как салют, но вряд ли это салют. Какие-то взрывы. Или выстрелы. Реально звучит как салют. Или петарды. Которые неудачно в помещении взрывы. Там тот смотрится. Красота! Вот это птица была. Не знаю, видно или нет. Это похоже на дятла. Он сидит как дятел. Он сел на цветок пальмы. Попустите, он красивый. Как мы видели уж такого. Я скоро не видел. Он полетел. Вот, собственно, вид. Вот завтрак. Это омлет, который выглядит как блин с овощами. Нам принесли кокосовый ротти, карри. Тут все карри. По мне это просто салатик. Еще тосты и джем с маслом. И вот такая тарелка с фруктами. Вообще, можно на выбор сделать было ротти, варианты и толстые. Мы взяли оба. В принципе, делим, так сказать, обед. А, завтрак. На ротти можно еще вот так есть. Мы взяли два разных, потому что вообще в прошлом отеле, где слоны были, ну, мы уже видели. Там, типа, кокосовая лепешка была вообще другая. И нам она не зашла. Поэтому мы побоялись брать два ротти. А вообще оказалось, что это вот такой вот типа лаваш, теплый, горячий, свежеприготовленный. Очень прикольно. Тебя видишь, да? Минутка интересных фактов о Шри-Ланке. Я лично была удивлена. Да, вчера, когда мы ехали в поезде, я увидела двух пауков. Было не очень приятно. Но, в общем, мы об этом рассказали нашему, назовем его гидом. А он сказал, что в поезде реально много пауков. Можно уже называть его другом. Другом, да. После вчерашнего дня. После вчерашней поселки, да? Мерились ростом. Ну, мы что-то, наверное, из этого увидели. Ногой. У него какой размер ноги, он сказал? Сорок, по-моему, да, сорок. Ну, короче говоря, про пауков. Мы это ему рассказали, и он сказал, что в поезде много, в поездах много пауков, потому что там люди едят, мусорят едой, и пауки едят эту еду. Вот так вот, представляете? Так что поезда тут, знаете ли, двойне небезопасны. И пауки-то безопасны. Ну, как сказать? Ты же не знаешь, какой-то был паук. Там, знаешь, если бы он вырастил, он будет не просто паук. Он был такой, знаете, такой... Это минутка арахнофобии, типа... Это, как это сказать, рассказы о насекомых в Шри-Ланке. Ты всегда только про пауков рассказываешь. А я видел... Нет, сегодня ты про тараканы рассказываешь. Я не рассказывал. Я на телефон снимал. Ага, ну расскажи. В общем, у нас в номере большой таракан был, я его выпил за территорию. Прилетели птицы и сжарали его. Вот такая веселая история. Даже птицы мало тебе. Надобляет вывод. Где-то там летает дрон. Значит, если все пойдет хорошо, вы увидите эти красивые кадры. Смотрите, какая красота. Вообще жесть. Наверное, в этом сезоне вы уже устали от сразу, какая красота. Но если она реальная красота. Теперь мне радуетесь. Там птицы летают вокруг дрона. А вот, на полус вроде. Что такое? Ну, тут взрывают. Сейчас мне нужно будет отшелить ювелирную посадку. Залететь вот в этот проем. Сейчас покажу проем. Отойду. Вот. Я надеюсь, это получится сделать. Кричи. Вон, я его вижу. Подлетает. Устешная трансляция пролетает. Снимки появятся сами в нужный момент. В папке воспоминанья. Все проходит годами, фоткай глазами без опозданья Неповторимая минута Неповторимая минута Фотографируй глазами Фотографируй глазами Кайфово же, но такого момента больше никогда не будет Запоминай, чувствуй его, прям до мурашек чувствуй А потом будешь листать свои воспоминания, как фотки в альбоме Только пусть они будут самыми яркими Но я побежала фоткать Фотографируй глазами Фотографируй глазами Сегодня здесь в 11.30 начнется дождь И смотрите, как облака появляются Просто на глазах Это даже не тайм лапс Это просто происходит реально на глазах Сейчас буквально полчаса И тут не будет видно ничего Закрывается прям вид Мне вообще повезло Я еще на дрон успел поснимать Удивительно Тут какая-то такая природа вообще чудесная Непонятная Я такого никогда не видел Просто на глазах появляется Ну это туман, наверное, это не облака Это туманно Они говорят, что это туманно Но облака-то выше Офигеть Быстро движущийся туман Это тоже что-то интересное и новое Ну что можно сказать По прошедшему одного дня В этом отеле Мы его не рекомендуем Вода течет микростройкой Теплую воду надо ждать Она есть, конечно Но она очень Напор очень плохой Очень сыро У нас все вещи стали сырыми По итогу Даже то, что было сухим Стало сырым Запашина такой себе Но единственный Большой плюс Это вид Кристина говорит Здесь есть отели За 15 долларов С таким же видом Фактически Вот уровень этого отеля Где-то есть 15 долларов Мы заплатили 34 Просто мы же вам вчера показывали фотки Как бы судя по фоткам Просто когда я смотрела На этом бутинге отеля Получается, что за Ну за 15 долларов Они были вот на фотках Типа такие, как наш И я такая думаю Ну фу Там то все Вот И нашла этот И на нем такие фотки Красивые Я такая думаю Ну и отзывы хорошие Я такая думаю Ну нормас Переплатим Вот отель, например Я видел, как мужик Выходил Вот это отель Да их полно тут Вообще с таким видом Я говорю Если, короче говоря Хотите сэкономить Вы можете вполне Ну если вас устраивает Короче уровень такого отеля То берите за 15 Скорее всего Будет то же самое Но больше оно у меня Это не вариант Потому что очень влажно Сыру и воняет Ну вид вообще бомба В целом все хорошо Сколько раз Мы уже это сказали Я даже не представляю В этой серии Мне кажется Мы только и показываем Горы, горы, горы Горы вид Ой как классно Классно Сейчас опять будет Да, за нами выехал Наш фронт Так, мы ждем пока Наш гид подъедет он там покушать решил видимо мы просто его увидели сразу начали выносить сумки он не ожидал уже заказал себе что-то поесть смотрите интересный факт вот это огороды местных мы на огороде сейчас пока стоим здесь увидели мангуста а вот там ходит обезьяна представьте себе огород по которым ходит обезьяна странновато там две обезьяны даже у кристины не видеть ни одну из них потому что она висит он на сетке почти что плана короче меньше не видишь еще здесь вот такая табличка указывающая до этих гостевых домов сколько ехать и даже телефон есть что естественно тут довольно легко заблудиться не знаешь местность поэтому очень удобно можно увидеть свой запомним того что есть указатели можно еще позвонить обезьяна так и не видишь мы идем в сторону центра пока наш гид ест ну благо идти вообще норм потому что если что тротуаров нет но целом вот такая дорога да виды хорошая сегодня даже жарко но мы едем в место где будет львень целый день жарко наверное будет все равно пацаны работают там а мы идем два километра на самом деле вчера вверх идти вообще не не очень будет там чайной плантации опять чай тут просто везде что-то застрял крадибас но рисок и вывесок не знаю рассказывали вы или нет но вот такие автобусы они частные принадлежат водилам обычно может не водилам и короче частные а красные муниципальные муниципальные в аварии почти не попадают потому что никуда не торопятся смотри-мотри лампочки повсюду он для нас поборгал еще себе блин посыпаю прокачанный автобус еще и гудит красиво это он для нас делает в общем муниципальные автобусы в аварии почти не попадают потому что никуда не торопятся им платят одинаковую зарплату независимо от количества рейсов а эти собирают много людей очень долго и у них рейс в итоге на час короче а при этом есть расписание и поэтому они несутся как не в себя он нам допоказывал вчера кучу страшных видео где эти автобусы улетают там кто в обрывку куда очень стрёмная тема в общем он просто стоял и ждал нас поэтому мы ему позвонили он не считал сообщения вот он едет оцените виды едем он сказал что все эти камни которые на обочине и огромные и поменьше это все камни которые упали во время дождя вот смотрите размер камешка сейчас на обочине и нам нужно побыстрее уехать из этой зоны вот тоже все свеженькие а я вот а вчера здесь сошли ко мне или целую полосу вот это будет в это было вчера буквально и сейчас как бы вроде полторы полосы открыты что нам надо сюда побыстрее свалить пока не пошел дождь он должен пойти через час мы быстренько заскочили на романово водопад это все обезьяны важно ли это просто рад мы увидели есть обезьяны пойдем с той стороны посмотрим Горячая кукуруза, пиво, раки, чурчелла, обезьяна. В общем, здесь мы купили авокадо, более полтора килограмма за меньше, чем доллар, 300 рупий. Ты в шоке? Меня укачивает. Скоро будет прямая дорога. Мы остановились, направились и попить воды, купить. Оцените, целый грузовик дров. Какие-то аутентичные. Мне кажется, здесь уже были. Есть ощущения. Кристина вообще недовольна. Я устала ездить, меня укачивают. Деньги уплачены, каждый цент надо отработать. Но вчера мы не сильно отработали. И сегодня. Хотя это в принципе ценник такси. Смотрите, как прикольно. В супермаркете при входе продаются свежие овощи. Я такого никогда не видел. Едем на одну из достопримечательностей, которая по дорожке. А он похлопывает. Топор улюду по колену. Проезжаем Лисовые поля. Смотрите, как огущение все. Скажи, что мы едем. Мы едем на Будуру Вала. Как скажи? Будуру Вала. Не едем, а идем, наверное. Не, а что он стоит-то? Надо едем. Сколько стоил он билет? Добавился. Билет туда стоил 660 рублей на одного. А у нас тут павлин красивый. Вон он. Смотрите, как мы в нём на самом деле. Смотрите, как мы делаем? идем какой-то храм но он сказал что это храм вот там должно быть вот такое змеи вытесняю термитов а я вижу каратова рано природа так есть два вида баранов черные добрые и не кусаются знаете ведь он немножко стесняется тут очень важно и тепло но не жарко но в октябре экскурсия продолжается нужно отрабатывать кажется и так вообще ничего не посмотрим выглядит круто вообще такая скала просто в глуши который вырезан будда но выглядит прикольно очень много бабочек поднимаемся как это все в те времена вырезали а вопрос зачем было поделиться из них не смотрит это вот не до вопрос если он с нами в итоге сюда пришел спокойно только подняться не может видимо и хотя кто-то кто-то видит там гнездо вот здесь есть кафешка на выходе и там есть еще один туалет за 30 рублей но без унитаза а тут с унитазом и вот это та большая белка так пока прервемся да 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 это большая белка это вот то что мы прошлый раз видели на шоколадке очень мощно в общем чему это было к обзору туалета я ему ставлю твердую даже три с половиной твердую да но он чище чем наши модели по последним ничего лучше то есть он стоил 50 рублей да ну да там чисто было не воняло было то есть мощный рекомендацион да приезжайте там еще есть туалет на въезде который наверно вообще бесплатный но он так страшно выглядит что я бы не искала что передохнуть дружище Так есть мужик с фонарем и оленей. Едем в ту сторону, куда нам надо. Ливень лютый просто вокруг. Огромные кучи. Аплата. В сторону юга. Сегодня. Сегодня. Какое это сегодня число? 19 октября. Вот опять этот знак. Осторожно, впереди опасные павлины. Надеюсь, больше мы их не увидим, как в прошлый раз. Поле Цапельду. Мы уже довольно близко. Приближаемся. Океана, да, не видно. Странно, да? Ну, мы, наверное, в другую сторону ехали просто. Такая песня душевная. Но мы все едем и едем. Но уже великами. Спустя более чем 3 часа мы в Мирисе. Наконец-то. Но еще не в отеле. Пока что небольшой дождик идет. Но дальше вроде бы должно впутать хуже. По прогнозу. Но мы надеемся на лучшее. Все улицы затоплены. Шикарно. Наш отель вон там за поворотом. Там, где вода. Сантиметров 20, смотри. Ну, только в низине. Приятно. Так. Ну что. Начнем с мини-обзора отеля. Вот так вот у нас выглядит территория. Много этажей. Но в отеле как будто бы никого кроме нас нет. Есть бассейн. Сейчас обзор номера. Смотрим, что у нас здесь. Довольно большая комната. Кондиционер. Огромная кровать. Наверное, самая большая. А тут две, потому что кровать вместе. Две полутора спалина. Вот такой столик. Чайник есть. Тут хорошо. Потом узнаете почему, наверное. Вот вешалки. Шкафчик. Свой балкончик. Отдельный. Не буду открывать. Короче, так понятно, что это. Вот такой санузел. В принципе, приличный. По-моему. Уж поприличнее, чем предыдущий. Да, приличнее гораздо. Ну, гораздо приличный. Да, все чисто вроде. Ну, пока мы никаких минусов сильно не видим. Поэтому нечего сказать. Расскажем позже. Ну, все, мы выходим. Идем на пляж. Сейчас посмотрим, как будет получаться у нас идти, конечно. По таким затопленным улицам. Без этих тапок вообще было бы сложно. Есть риск нарваться на пиявок. Вот такие дороги. Здесь еще ничего. Здесь еще ничего, да. Приятно. Какая радость. Дальше вот перед ним вообще жизнь. Там будет самое лютое место. Где будет по 10 сантиметров воды. Затопленное кладбище. Кладбище? Да. Затопленное. Соседние мишеные, да? Заславляет, да? Да, засудили, что это мишеные. Кристина говорит, соседи зато не сужили. Классно. Пойдем вот так. Ну, тут низина. Поэтому тут вода все скопилась. Но сливы не работают. Мы живем буквально в минуте полторы от супермаркета. Сливаем 40. Если я прыгаю, то все больно. Зачем прыгать? Вдоль идешь, лапки и все. Подходим в ресторан на пляже. Волны хорошие. Вот я как-то издалека увидел. Мы наконец-то на пятый день. Кристина после тихого центра, короче, теперь в музыку не любит, ничего не любит. Что-то дошел у них. Вот он, океан. Доходит он нас до чуда. Вот тут не было. Да, мы здесь сидели, когда Рому пропал. Ну, давай сюда. Вон там есть два. Ходил сюда. Ох, её. Вот это да. Кристина, пошла, мостик ноги вытянет. Волны жесткие вообще. Метра полтора, наверное. Но ливень не идет, уже хорошо. Смотрите, какие волны. Камера не передаст, конечно, в телескновении. Волны огромные. Но тут мель, и поэтому волна разбивается от мель. И по факту у нее не особо страстно это все дело. Ну, кайф, кайф покупаться, конечно, кайф. Еще и дождь не идет пока. Вода очень хорошая. У меня с папайей и у Кристины просто куба-либра. Дешево, сердито и эффективно. Вон, двое чуваков понесли доски эти, на которых надо на пузе кататься. Вот мы тоже, наверное, когда-нибудь в этом опуске еще попробуем. Нет, ну, прикольно. О, ты поехал. А в такие волны ты вообще, наверное, хорошо подхватываешь. В этот раз доски с этими, с пристегиванием каким-то кругом. Да, да и другое кафе. Мы за это съели в другом. Они, возможно, денег стоят. Просто раз за бесплатно было. Ну, вот, заказали тунца. Медиум Уэл. Сашкина. Ротов с картофельным пюре. Желудок сейчас просто будет пластовых стать. Так, пюре с комочками, как бы сказал Серега. Нормально, пойдет. Кучно. А что за соус? Попробуй. Да. Масло с чесноком. Ну, что, вкусно. Класс. Вот цены на напитки. А наше блюдо стоило 2700. Ну, мы идем. Ну, собачьи кормят. О, кормежка собак. Ну что, как оно? Туалетом не пришлось, а можно? Нет. Лошаром, может быть. Ладно. Хорошо. Хорошо? Очень даже приятно. Классно. Волны страшно выглядят. Но если стоять покоясь, то нормально. Просто подпрыгивать надо над ними. Кафе рекомендуем. Конкретно вот... Ну, коктейль у меня лично был так себе. Но именно вот это блюдо, тунец-пюре... Понятно, что... Если ты сам бы газоварил это пюре, оно было бы вообще шикарное. Но по таким меркам местным это очень было неплохо и вкусно. Реально вкусно. Тунец был вообще классно приготовлен. Да. Единственное, что аттестанты тормозят в том плане, что они долго подходят. Ну, это тут такая особенность. Бедолага. Это опять коричневая собака. Солнце вышло, ребята, прикиньте. Сегодня должен быть дождь. Целый день дождь должен быть. А там вот солнце. Давай не лезешь. А лужи это даже удобно немного. Ну, это тоже не пахнет. Можно ноги ополоснуть от песка. Орешки по-прежнему на месте, но сегодня пока не хочется. Итак, мы закупились в магазине. Вот, несём. Сейчас идём встречать закат. Мы сегодня не то, что закат встречать не собирались. Даже купаться было под вопросом. Потому что должен быть Ливен. Пока нам ведёт. Скрестите свои пальцы на нас. Понятно, что когда вы это смотрите, уже всё давным-давно прошло. Но, тем не менее, до этого же помогало. Идём. Вот это было наше любимое кафе. Столы стояли где-то тут. Выглядит так, как будто закат не будет. Огромные тучи дождём сюда летят. Скоро ливанёт от души. Алло. Ну что, мы приехали в отель. Буду купаться тут. Итак, дорогие друзья, это должна была быть морская распаковочка у океана. Но случилось непредвиденное. Поэтому она будет распаковочка из балкона номера. Итак, мы приобрели пачку солёного попкорна. Бутылочку соды. Два пакетика яблочного джууса. А что это не показывает, что? Джуус и яблочный сок. Джуус – это сок. Это что, интеграция? Да. И мы накупили гору авокадо, потому что она тут стоит просто смешные какие-то копейки. Да, когда ехали. И теперь надо его есть, а завтрак у нас не включён. Мы купили себе хлебушка тёмного, потому что уже соскучились по-тёмному. И банку тунца. Которую придётся съесть за завтрак. Ну, либо выкинуть часть. Потому что она стоила дешевле, чем такая банка маленькая. Мы завтра будем на завтрак пивать тост с авокадо и тунцом. На завтрак. Ещё у нас есть фруктики. Так, а сколько это всё вышло? Так. 2 600 плюс ещё вода стоила 100. С вами была рубрика «Распаковочка». Всем спасибо. До новых встреч. Уже какие спички здесь. Вы спросите, зачем нам спички? Чтобы жечь спирали, которую мы привезли. Так вот, посмотрите на них. Они как будто из пластика сделаны. И ещё нет самолётика. По картинке. Дождь пошёл. А мы идём купаться в бассейн. Под дождём. Ребята, знаете ли, как кайфово купаться в дождь бассейне? И вообще невероятно. Ох, что? Это я. Какой мышь мокрая. Вообще кайф. Рекомендую. Вообще лапа в мурашках. По картинке, ты чё? Не одной. Ага. Я себя чувствую просто прекрасно. Как будто меня с крабом кокосовым помыли. Ты чё, с крабом пили? Нет. Сейчас Ваня вам поведает, дорогие подписчики, занимательную, очередную историю из жизни гида нашего. Значит, история в следующем. У него родился ребёнок. Он в этот момент служил на флоте. Если ты сейчас это слушаешь, вернее, скорее всего, ты смотришь это с субтитрами, потому что ты не понимаешь по-русски. Но извини, что я рассказываю твою историю. Но она весёлая. Ну, как, на самом деле, не очень весёлая. Значит, он служил на флоте. Служил на севере острова. Север острова – это наверху, если смотреть на остров. Да, остров он вот такой вот. Наверху – это прям, я понимаю, что это очень далеко. Да, это очень далеко. А живёт он, честно говоря, от небольших. Около Канди где-то. Где-то около Канди, да. А, за час до Канди. Ну, короче, тем не менее, где-то около… Ну, в центре острова. Где-то центр, да. И его отпускают повидать сына. У него родился сын. Он садится на поезд, едет. При этом, ну, так как там служба так устроена, что он спит очень мало. Он спит около двух часов всего. То есть, он постоянно очень сонный. Садится в поезд и засыпает. Просыпается от грохота жёсткого и не понимает, что происходит. Грохот, люди что-то там в панике бегают. Дым идёт. В общем, вообще непонятно что. Оказывается, что поезд врезается в слона. Вы вообще вдумайтесь, просто инцидент. Будни Шри-Ланки. Будни Шри-Ланки, да. Типа он врезается в слона и сходит с рельс при этом. Ну, понятно. То есть, поезд входит с рельс и врезается слона. Слона раскидала. Что меня удивляет, что слон погиб. Я думала, поезд не с такой скоростью. Ну, что, поезд очень мощный. Да? Конечно, он гораздо мощнее. Так, а слон он весит сколько? Нет, поезд гораздо мощнее. Реально? Да, не суть. Короче, слона этого там на куски разрывает. Повсюду куски слона. Поезд сошёл с рельс. А всё это происходит в джунглях. И в джунглях нету связи. То есть, типа, невозможно позвонить, рассказать, что вообще произошло. Ну, и цивилизация. Никто не может связаться вообще даже с, условно, там, не знаю, диспетчерской. Что-то сообщить, что-то не так. Диспетчерская на Шри-Ланке? Ну, в смысле, с кем-то, короче, кто на станции скажет, что что-то пошло не так. Хотя, на самом деле, скорее всего, он же не связался с кем-то. Это я уже придумал. Ну, короче, он не может сообщить жене, что он не может приехать. В итоге, что они делают? Они всем поездом, ну, все и толкуют, кто там сидел. А там их много едет. Ну, понятно, целый поезд людей. Идут три километра по джунглям. А там реальные джунгли. Три километра по джунглям. Подождите, а мы не знаем, куда им идти. Ну, на карту посмотрели, наверное. Ну, GPS-то работает. То есть они идут три километра по джунглям, ловят автобус, и он добирается до места. Вот просто вдумайтесь, какие инциденты происходят на Шри-Ланке. Это вообще чудно. А ты вообще смотришь, что ты снимаешь? А ты видишь что-то? Сейчас уже только что погасло. Хорошо. Ну, ладно. Ну, вообще он рассказал много интересных историй. А для него что-то скажете? Он на самом деле рассказал невероятное количество всяких историй. Если вот, ну, мы опять же рекомендуем его очень, потому что он очень классный чувак. И он очень дружелюбный. Он реально ненавязчивый. Вот если кому-то не нравятся навязчивые люди, хотите ездить, ездите. Не хотите, не ездите. То есть у вас есть договоренность на определенную сумму. Ребята, посмотрите, сколько здесь подушек. Здесь 8 подушек, 8. Зачем 8? Кто здесь спит? Вот восьмиголовый Змей Горыныч или кто? Все ушло. Там что-то видит. Ну, все ушло, в общем. Мы тут по воде ехали. Ну, тут тоже была вода. Мы никогда ехали. Не, ну, может быть чуть меньше, чем было. Да, есть. Хотя нет, подожди. Мы как-то спокойно сюда прошли. Да. Походу, последний дождь. Убрал предыдущую воду. Что звучит, конечно, крайне странно. Теперь прогулкаем вдоль кладбища. Слева от нас кладбище. Мы идем в киноте. Да, почему-то... Он реально убрал воду. Может быть испарение? Не, не, там конкретно воды было. Так, может испарило. Не, там конкретно воды. Не, там конкретно воды. Ситуация, что мы сняли тук-тук. Ехали до кафешки, а тук-тукер остановила полиция в первую жизни. И до кафешки идти как бы 50 метров от этого места. Мы же не можем сказать, пойти к полицейскому и сказать... Это нас обманул. А мы могли бы сейчас просто бесплатно уйти. Да, сказать, чувак, вот твои деньги. Мы пошли там, и мы еще не поспоримся. Сидим, пока его ждем. Но если не дождемся, мы ему деньги на сиденье оставим и пойдем. Ну, тусовка тут вряд ли будет сегодня, конечно. Ну, тусовки и львов нет вообще, они не могут. Мы пришли в Попагало, потому что в феврале тут было достаточно дешево. Сейчас от этого осталось только ничему. Тут пицца стоила дороже, чем, наверное, везде, где мы были, мне кажется. Пиво с ним. Ну, нет. Да. Мы с тобой пиццу в Элли брали дешевле. 2 800 что-то такое было. А здесь? 3 с чем-то. И раньше... Пиво, кстати, здесь самое дорогое, где мы были. Мы специально сюда приехали, думая, что... Так что, Славик, если ты смотришь, больше здесь недешево. Мы реально думали просто тут посеять коктейли попить, но оказалось, что коктейли пьют... Нет, коктейли тут недорогие. Ну, самые дешманские. Полторы там, что такое. Кстати, тут виски кола стоит опять-таки дороже, чем там. Там стоят 1200, тут 1500. То есть я предполагаю, я думаю, что мы с тобой съедим здесь пиццу, выпьем по пиву и пойдем дальше. Но надо идти туда, на развитое побережье. Да, утря я раньше была дешевле. Вот оно, сравнения пошли. Не, ну это немножко обидно. Ну, в принципе, как бы не так обидно. Здесь говорят, что очень красиво вечером. Вечером, да. Но вечером и там будет красиво. В общем, ребят, если что не переплачиваете, идите в центр, на центральный пляж. Да, и какой-то туалет. Ну, почти ноль. Я боюсь. В городе посмотреть в предыдущем сфере. Я его боюсь, я боюсь. Знаете, есть такие туалеты, которые ты уже посещал, и тебе вроде бы надо сходить, к примеру. Не очень хочется. Но ты думаешь, лучше не пойду. Тесто хорошее. Что думаешь перед тем, что попробуешь? Думаю, тесто и сыр будут вкусные, колбаса не очень. Ну, давай. Она прям горячая. Они для нас печь растопили. Очень горячая. Ну, как обычно, я и еда, да? Ну, да. Сыр и тесто пока вкусные. Все, включимся потом. Ребята, есть ощущение, что пора менять стол. Жесть, ребята. Собака подошла и отритнулась на меня. Вот знаешь, иногда невыгодно быть, как левый собак. Вот это. Ребят, ливень пошел такой, что мы такой еще здесь не видим. Просто стеной. А самое прикол, что мы до сих пор сухие. Мы ни разу еще здесь не попали под дождь. Ну, сам скажи, я ее кушаю. Там микрофон. Я не слышу. Чтобы вы понимали, она просто пришла или говорят, я не звала. Так, ребята, значит, история следующая. Сейчас 10 часов вечера. Мириса вымерла. Ну, на центральной улице. На октябре. Это октябрь, да. Ни одного ту-тука. Мы были в Disney в кафе. Мы вообще все время единственные. Кроме отеля со словами, там мы были не единственные. Во всех остальных отелях мы пока единственные. Мы ни одного человека, кроме ресепшониста или владельца, не видели. То есть мы везде они просто. Приходишь в кафе, ты один. Приходишь в бассейн, ты один. Ну, короче говоря, везде ты один. А заметите, что у кого сейчас есть, да? Никто не ездит, и вот так вот так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...